Буэнос диасмис, керидоз омегус, ядерно-рассветной озеро, это ваши экраны. И сегодня мы какого-то хрена делаем с Хэнком на каком-то хреновом мосту. Поэтому сажаем в жопу поудобнее, хватаем свои ништячки и едем. Ну или идем, не знаю. Из-за того, что я запорол запись, приходится делать второй дубль. Чувак, который придумал андроидов. Ладно, пошли к Хэнку. Хрен с вами, что называется. Красиво тут, а? Я сюда часто приходил до того. Вы позволите личный вопрос, лейтенант? Вы все любите личные вопросы, или ты один такой, уникальный? Я видел фото ребенка в кухне на столе. Блять. Это ваш сын, да? Да. Его звали Коул. А до чего? Вы сказали, часто приходил сюда до того, до чего? До того... Да ни до чего. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели, произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. Есть кое-что общее. Они все говорят про РА9. У них это как будто... миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Долбануться, вот мы дожили-то. Рим тоже охотился, такой подой чем. Спокойный, лейтенант. Это связано с тем, что случилось в клубе рай? Эти девчонки... просто хотели быть вместе. Они прямо были... влюблены? У вас мрачный вид. Неужели инцидент вас настолько затронул? Ну, а сам-то ты, Коннор. Ты у нас вроде... на вид человек. А на самом-то деле что? Я могу быть всем, чем прикажете. Напарником. Вашим собутыльником. Или просто машиной, которая исполняет задачу. Ты мог бы пристрелить, девчонок, но не стал. А почему не стал, Коннор? Что, совесть внезапно проснулась в программе? Можно и так считать. Нет. Я просто решил не стрелять. И все. Но ты же боишься смерти, Коннор. Досадно, если мое существование будет... прервано. Прежде чем я завершу расследование. Думают ли андроиды об электроовцах? А ты не превращаешься в Девианта? Я регулярно себя тестирую. И точно знаю, кто я такой. Оп. Куда вы идете? Пить дальше. Мне надо подумать. И все, что ли? Ловко. Разблокирована ветка, но... Да, это ответы из второго... Из первого, вернее, дубля. И... Обратите внимание, что... Я выбрал все ровно так же, как и было. Да уж, серия получается короткая, но со временем она отпряги. Поэтому просто посидим, почешем. Так вот. Что касается Девиации Коннора. Я так думаю, что вот этот вот программный сбой и так далее, но... Он-то как раз и сыграет решающую роль. Не зря же он меняется. Ну, это насколько я вижу, конечно. Общественное мнение, скорее всего, от Коннора вообще не зависит. Ну, или зависит минимально. Хотя, если я ошибусь, я буду только рад об этом узнать. И вот РА-9. У меня в голове складывается такая версия, что РА-9 это какой-то вот лидер сопротивления. Кто-то вот в этом духе. Может, даже Маркус? Тем более, у него модель неизвестна. Помните в серии, когда мы изучали досье Девиантов? Там была примерно такая же херня, то, что модель неизвестна, это прототип. Не может ли он быть РА-9? И вообще, я так понимаю, что у нас первыми двумя буквами, например, в случае Коннора РК, обозначается его серия, а 800 это его поколение. Ну, естественно, не в трехзначных числах. То есть каждую сотню. РК-100 был самым первым. И так далее. То есть улучшение за улучшением, и так далее, тому подобное. Хуй, ё-моё, налево-вправо. Вот так и получалось. Но на самом деле заставляет задуматься то, что все вот эти вот проблемы могут быть исключительно человеческой жестокости. И никак иначе. Вот таков вот пиздуй сетап, господа. Я действительно, наверное, сделаю эту серию короче остальных. Не хочу затягивать, да и, по правде говоря, со временем напряги. И так за сегодня 13 серий записал. Да, весь вот этот вот Detroit Become Human был, ну, по крайней мере, до текущей серии был записан всего лишь 16-17 мая 22-го года. Поэтому, если вы увидите его сильно, прям позже, ну, значит, что-то пошло не так, и я не смог слишком долго записывать ролики. Пришлось себе взять вынужденный творческий отпуск. Либо же наоборот. Вы эту запись видите, ну, как минимум, в 22-м году. Это значит, что роликов уже давно по 3-4 недели. То есть у меня нет чего-то такого плана развития. Нет. Что предложили, то и играю. О God of War, скажем, шла речь в конфочке. Она в Link 3 есть. Что касается того же Control, это мое личное, так скажем, мое личное натеатр. Просто годную свежую игру раздали в Epic Games. Почему бы нет? Подобрал сухопаеку, так скажем. Какие-то другие вещи. Ну, вспомню первые сезоны. Most Wanted, просто потому, что мой тогдашний комп ни хрена не тянул. Borderlands. Ну, там уже все было гораздо веселее, но тем не менее. На Borderlands 2, Pre-Sequel, Tales и тем патче тройку я пока приниматься не хочу. Чисто из-за того, что будет смотреться вторично. Дальше у меня... Я не помню. Crysis Warhead. Ну, она была совсем уж короткая. Дальше... Хе-хе-хе. Ex Machina. Одна из самых недооцененных, на мой взгляд, игр, потому что... Комьюнити она имеет. Маленькая. Да, жути маленькая, но уютная. Причем это российская разработка. Амнезия. Попробовал себя в хоррорах. Народу это, судьба всему, зашло. Дальше... Дальше была Singularity, которую я так и не закончил. Да и хрен бы с ней. В принципе, надо будет... Еще разок перепройду. Кстати, надо будет этот номер провернуть. Потом... Сейчас слова не помню, что. Седьмым сезоном, по идее, должно было идти. Потом, восьмым номером, это уже... МНД Слип тоже страшная херня. Кирпичей я раскидал нормально. Ну, а потом Гадуфуру контрол. Ну, и теперь вот это. Знаете что? Я все-таки советую вам завалиться на наши другие ресурсы, как то... Та же самая конфочка, да хотя бы в паблик. И хоть чуть-чуть поактивничать, потому что иначе я просто в душе не грею, что делать, и в итоге делаю по наитию. Что получится? Что смогу? Смог сегодня Детройт запилить? Запилю Детройт, херня делов. Завтра, грубо говоря, будет Годуфор. Буду пилить Годуфор и так далее и тому подобное. Я не гоняю за трендами, я не слежу, поэтому... Мне нужна... Как это? Помощь. Отдача. Что мне кто-то направлял? Вот. Чувак, мы хотим это в твоем исполнении услышать. Да или просто посмотреть, вот это у нас Компания Саунд. Херня вопрос, обращайтесь, сделаем. Но пока приходится делать, как делаю. Ладно. Хрен с ней с грустной нотой. Спасибо всем, кто присутствовал. Луис, пиписька. И до скорого. Адьёс, брату. И до скорого. Продолжение следует...